Красный пищевик стал еще слаще. Теперь известная кондитерская фабрика занимается розливом меда. Производственный участок разместился в Славгороде. Здесь планируют выпускать до 300 тонн полезного продукта в год. Ассортимент рассчитан на самого изысканного гурмана. От подсолнечного, рапсового и цветочного до взбитого крем-меда. С клюквой, черникой, клубникой, вишней, грецким орехом, пергой, прополисом, лимоном и имбирем. Сейчас выпускается шесть видов. Первый контейнер лакомства уже оценили в США. В год только американцам будут отгружать до 245 тонн целебного продукта. Курс красный пищевик держит также на Россию, Китай, Канаду и Казахстан. Открытие нового производства стало возможным благодаря указу президента о развитии юго-восточных районов Магировской области. Он дает бонусы для ведения бизнеса. Именно эта площадка с учетом льгот и преференций, с учетом поддержки областного бюджета и была выбрана в качестве основной для реализации данного проекта. Таким образом, симбиоз эффективного бизнес-плана и поддержки государства и принес этот результат. Мед производитель закупают в регионах страны, а также в Украине. У сладкой фабрики теперь есть и собственная пасека. Она расположилась на территории сельскохозяйственного филиала «Пищевик Агра». Здесь установлены целых 200 пчелиных домиков. Кстати, теория о том, что самый качественный и полезный продукт можно купить лишь у пасечников, развеяна. Именно промышленная расфасовка меда гарантирует полное отсутствие вредных веществ. Доказательство тому – лабораторные исследования. При поступлении меда первым делом мы проверяем физико-химические показатели в своей лаборатории. Основные – это содержание диастазного фермента и ГМФ. А остальное уже на содержание антибиотиков отправляем в Белгосвитцентр. На все про все уходит около месяца. А для того, чтобы не было фальсифицированных сахаров в меде, наш мед проверяется в Германии. Новая линия розлива меда – только часть масштабного инвестпроекта. На площадке уже в ближайшее время начнется монтаж оборудования по производству жевательного мармелада. В год – 3000 тонн так называемых желатинок. Это уже в 2021-м позволит импортозамещать продукты из России и Украины. Мощность позволит, ассортимент позволит, технологичность позволит. И самое главное, что проект осуществляется с большой поддержкой государства. Соответственно, мы повысим конкурентоспособность нашей продукции на порядок перед импортными аналогами. «Красный пищевик» – бренд, известный на всех континентах. Сегодня фабрика занимается производством зефира, мармелада, пастилы, дрожжей, халвы, казинаков, конфет, риса, меда, мороженого и пасты. Производственные мощности позволяют выпускать более 20 тысяч тонн кондитерских изделий за год в основе только натуральные ингредиенты. 2020-й для предприятия юбилейный. К 150-летию «Красный пищевик» даже выпустил ретропродукцию. В стороне в знаковую дату не остался и президент. Александр Лукашенко поздравил сотрудников и отметил, за полтора века непростой, но славной историей из скромного цеха с тремя рабочими фабрика превратилась в крупное современное производство, одно из ведущих в отечественной пищевой промышленности. Глава государства также акцентировал, продукция Бобруйского завода стала легендарной еще в советские времена. Мария Белесневич, Андрей Богдан. Итоги недели.